Шестой класс, тридцатая серия. Комбинаторика. Сочетание без повторений. Такая задача. Сколько существует способов назначить трёх дежурных из пяти человек? Это задача на поиск числа сочетаний из пяти по три. Сначала надо найти число размещений из пяти по три, а затем разделить на число перестановок внутри тройки. Тогда мы как раз узнаем число сочетаний. Размещение из пяти по три. Это пять на четыре на три. И надо разделить на число перестановок внутри тройки. Это три факториал. Один на два на три. Ну и после того, как мы сократим, мы как раз найдём ответ. Десять. Число сочетаний из пяти по три равно десяти. Число сочетаний из n элементов по k. Это надо сначала найти число размещений из n по k и разделить на число перестановок из k элементов. Так, вот это размещение из n по k. И надо разделить на число перестановок из k элементов k факториал. И тогда мы найдём число сочетаний из n по k без повторений. Первая задача. Сколькими способами можно выбрать четыре? Четырёх делегатов на конференцию из десяти человек. То есть из десяти нужно выбрать четырёх. Это задача на поиск числа сочетаний из десяти элементов по четыре. Итак, число размещений из десяти по четыре надо разделить на число перестановок из четырёх элементов. Так, размещение из десяти по четыре. Значит, четыре множителя, первый из которых равен десяти, а дальше на один меньше, на один меньше, на один меньше. Перестановки из четырёх элементов – это четыре факториал. Один на два, на три, на четыре. Так, можно сократить. Так, вот можно сократить на восемь и ещё на три. И ответ двести десять. Двести десять. Вот столько способов выбрать четвёрку из десяти. Вторая задача. На тренировке двенадцать баскетболистов. Сколько разных пятёрок может составить тренер? Итак, число сочетаний из двенадцати по пяти надо найти. Итак, сначала мы должны найти число размещений из двенадцати по пяти и разделить на число перестановок из пяти элементов. Размещение из двенадцати по пяти – это произведение пяти множителей, первый из которых равен двенадцать, ну а дальше на один меньше, на один меньше. Так, а всего множителей должно быть пять. Так, а в знаменателе пять факториал – это произведение натуральных чисел от одного до пяти включительно. Так, можно сократить на десять, затем можно сократить на двенадцать, ну и осталось найти значение произведения. Вот, семьдесят два умножить на одиннадцать. Ответ семьсот девяносто два. Третья задача – сколько шестизначных чисел, у которых вторая цифра 3, четвёртая – 5, шестая – 7, а все остальные чётные цифры – 0, 2, 4, 6, 8. На первом месте ноль писать нельзя, шестизначные числа с нуля не начинаются. Итак, четыре возможности для постановки первой цифры. Для постановки третьей цифры у вас будет пять возможностей, потому что о том, что цифры разные, не говорится ничего. Значит, цифры могут повторяться. Можно записать любую из пяти чётных на третьем месте и на пятом. Так, те цифры, которые уже прописаны в условии задачи – одна единственная возможность для постановки. Других вариантов нет. Перемножая, получаем ответ – сто таких чисел. Ответ – сто. Продолжение следует...